Я надеюсь. Надежда умирает последней. Если играет Блэк, то я резко поменяю свою ставку. Да нет, Венга будет Блэк, он же уже играл. Играл сегодня на Венге. Я понимаю, но кто его знает, может быть Блэк в решающем матче захочет взять у Химика и еще проиграть на нем. Я уже не удивлюсь. Ничему. Ну что же, мы сейчас это и увидим. Напоминаю, вторая карта Фейслис против Минески. И для Минески, для Фейслиса она может в данной ситуации быть последней. Потому что надо выигрывать, надо Блэку собраться. Предыдущая карта от него была не самая лучшая за сегодня. Хотя Блэк, он такой, вот честно, какой-то не совсем стабильный игрок. То он отыгрывает суперкруто. Опять же, на том же Бон Флэчере мы отмечали. Он, правда, очень много сделал для победы команды. То он играет, как будто он какой-то дедок с палочкой. А то у него, как будто, да, ну не совсем уже так, но, тем не менее, очень-очень близко. То есть, как будто его переклинуло в какой-то момент. И был хороший игрок Блэка, стал по-моему игроком Блэком. Вот правда, серьезно. Ну, ладно. А, кстати, Кентавр-то тут варды, походу, стоял, да, расставлял вардингом, занимался. Вот такой вард выбирает, достаточно необычный. На линию дает с Вижен. Вообще, вот, интересный вард. Обычно я привыкла вот тут, где вард ставится. И так же часто здесь, где-нибудь вот здесь. Ну, а тут как-то такой... Ну, вард на один матч. Вард на один матч? Его не найдут 100%. То есть, его цель была обеспечить хотя бы какой-то Вижен, который не собьют. Да, но я уверен на 100%, что никто даже не подумает, что вот прямо сейчас там может стоять вард. А тут, на самом-то деле, подстревает у нас Огр Маг, тот самый жесткий Огр Маг и Ферст План для Минески. Отлично. Я довольна. Во-первых, я довольна тем, что забирает Дазл. А почему бы и нет? Ну, саппорты постоянно страдают. А тут хотя бы появится... Ну, и тоже Дазл сможет себе там... Телепорт у него и так есть. Побыстрее приобрести какие-нибудь там, не знаю, Аркан на команду. Возможно, там приобретет себе ботинок, потом урну, потом... Ах, ладно, размочиталась. Но об этом потом. И Мид. Ага, Эр Спирит вкатывается, однако вкатывается недостаточно хорошо. Промахивается, но, тем не менее, сюда переходит Мид Огр Маг и будет у нас соотношение... Кстати, кстати... Джиггернаут Миди. Джиггернаут Миди. То есть мы... Точнее, ты сегодня уже говорил буквально в начале пиков о том, что Лонд Руид против Алхимика не лучший персонаж. А на линии как так же? Ну, если Лонд Руиду помочь в начале, то, в общем-то, Лонд Руид Алхимика начинает убивать. Но если вдруг они стали один на один, то, как правило, щит бомжа свое дело делает. А потом Алхимик просто спамит, тесит спрей, пушит линии и забирает баунти руны. Алхимику, когда он качается, ему вообще ближе к шестому уровню, ему вообще пофиг, кто против него стоит. У него тучка, пошел за баунти, тучка, пошел за баунти. Настакали в лесу, пошел в лес. Только в начале можно убивать. Но вообще, мне кажется, самое интересное будет твориться в миде, потому что здесь у Грумак вместе с Алхимиком дерутся против Жигерната и Эрспирита. То они пытаются нападать в трон, другие, вкатывается Эрспирит, то туда, то обратно. Он учится, дай ему время. Он просто учится, дай ему время. Хорошо. На самом деле, самое время учиться, так как квалификации всего лишь-то на мейджор, почему бы и нет. В сложной у нас линии стоит Кентавр от Минески против Дизраптора и Венджи Фолл Спейд. Как я же говорила, Блэк будет на Венге играть. Он сегодня отыгрывал. Ну, потом с боковой, разве не помнишь там? Ух, была у нас веселая каточка. Та самая первая каточка. Алхимик находит руну Инвиза. Для него как раз бесполезная полностью руна. Возможно, даже попробовать стоило отдать ее, например, Огурмагу. Но Угурмаг был достаточно далеко. Так, Огурмаг пошел, обошел бы. И мы смотрим за смертью Кентавра. И счет становится 1-1. Подставился. Он там был не фуловый, потом получил прокаст. Ну, вот его наказали. Видимо, хотела попробовать, возможно, даже руну забрать баунти. А в итоге забрал. Отдал фраг вот так вот, что в итоге. На легкой линии у Лондриида стоит против Никса. Видимо, что 1-9 Крипстат против 2-0. Что говорит нам о том, что Лондриид себя чувствует просто великолепно. Просто шикарно чувствует себя Лондриид снизу. И даже Эрспириту, в принципе, по идее, нет смысла сюда приходить, потому что линия выиграна. Возможно, стоит уделить внимание Алхимику. Алхимик фармит лес. Алхимик фармит очень много. И все это дело нужно останавливать. Эрспирит 1 его вряд ли заберет. Но, как минимум, Эрспирит может хотя бы прийти, поставить вард или помешать пулить. Ну, сделать хоть что-то. Иначе Алхимик вырвется вперед. Такими темпами. Ну, вообще, да. Вот как раз уже несколько раз говорилось о том, что Алхимик, он много фарма получает с линии. Это все и так понятно. Но очень много, даже максимально фарма он получает из леса. Особенно если ему там еще хотя бы несколько стаков сделали. А мы видим, здесь и стаки делают. То есть, фарма у него, в принципе, хватает. Я сразу переключусь на Нетвордс, чтобы вы понимали, как у нас обстоят дела. Леггернаут в миде, разумеется, сравниться с Алхимиком в фарме не может. Но тут тоже более-менее себя чувствует. У него 5-ый левел. У него 30 скрипов, 29 скрипов. Наступает ночь, и он находит хейст. Возможно, с этим хейстом было бы прикольно, было бы правильнее прижаться по лесу. И он видит, например, того же Огрмага, распирит, вкатывается, пошел стачек. Ну, и, конечно же, Огрмагу здесь уже никуда не скрыться. Вот один бы его не забрал, а тут вовремя распирит вездесущий был. Счет стало 2. Огрмага забрали. Вот теперь то же самое делать только сначала. Ставим варды во вражеский лес, и Алхимика можно забирать. Алхимик очень мягкий. У Алхимик нет Армлета, и Никс очень мягкий. У Никса, кроме сабогатолка, нет ничего. Никс получает тысячу от Лундроида. Лундроид его забил. И, ну, для Минески пока все нормально смотрится. Джаггер идет вровень с Алхимиком. Лундроид рефармит снизу. И при этом, по-моему, нетворсы равные. А равные нетворсы в такой игре, F5 или F6, равные нетворсы в такой игре, это, естественно, плюс для того, кто играет против Алхимика. Ну да, но хотя тут всего 5 минут прошло, поэтому какие-то жесткие выводы делать не стоит. По экспириенсу вроде дайров немножко ведут. Стаки он уже забрал. То есть он должен был опережать, а пока их остановили. Остановили. Так, Шрайн использует у нас Джаггернаут вместе с Кентавром. Там по фарму едет Лиса. У него небольшой третий левел, то есть по фарму так все бы дела. Но, по крайней мере, хотел сказать, да ладно, попытается не умирать. Ну, две смерти у команды... Простите, три смерти у команды и две из них Кентавру. Кентавру надо сейчас... Он приобрел себе Айрон Талон. Возможно, в миле постоять. Как раз здесь стоит Дезрапта, тоже дали ему левел получить. Возможно, этими вещами и Кентавр сейчас будет заниматься. Стоит отметить местонахождение Джаггернаута, который тут может на самом деле... Честно говоря, я думала, что сейчас будет пытаться забрать Угромага, но, видимо, он считает, что он слишком плотный и на этом остановился. Я думаю, он просто не хочет все внимание уделять Угромагу, и он хочет найти рыбку побольше. Да. Рыбку покрупнее. Рыбка покрупнее. Расперед промахивается, однако станчик по Дезраптуру. Дезраптор отправлять в Таверну. Никса был очень прокоцанный, нажимает шрайн. Сейчас будет подкоп, подкоп неплохой. Дабл килл от Никса. Стан, вот этот стан решил Кентавру также надо забирать. Минус 2 от Фейслес, потом свап от Ванжи Фулл Спирит, Джаггернаут, Блэйд Фьюри пытается уйти. Помощи нет никакой, получает стан, ну и на этом Джаггернаут также отправляется в Таверну. Дабл килл для Дезраптора. Просто мимо, мимо всех. Они еще так разошлись, забавно. В итоге рыбка покрупнее оказалась сильнее самого Джаггера и всей его команды. Ну, минус 4. Не потянул Джаггер. Практически Тим Байден, ну да. Это на самом деле очень жестко. Все свое там, теперь уже, Алхимик же в этом не участвовал, да, получается? Неа. Да, и Алхимик все это во время фармил, а команда и без него справилась. Вот так вот. Далее, Лондроиду нужно срочно что-то с этим делать. Лондроиду, ну, по-хорошему бы забрать Тавер, после этого еще перейти на Мид и всеми возможными и невозможными способами добраться до вражеского леса, в котором Алхимик, в общем-то, и выносит львиную часть золота. Снизу по-прежнему стоит Никс Ассасин, он оттуда не уходит. Он продолжает эту вышку защищать, но по-хорошему было бы здорово ее подавить, может быть, даже с перетяжечкой Джаггернаута. Ну да, я с тобой тут согласна. Надо убить ее. Наступает день, и Алхимик уже имеет армлет, 500 голды сверху, потом все более-менее неплохо. Однако вот у нас находит Распита и погибает он. Фраг, да, фрага остается Блэку. Заиграл. Заиграл Блэк. Да, Доминатор будет собирать в любом случае. Ну, 3-7. Первое место по натворцам у нас, разумеется, за Алхимиком. Ни разу не умирал. Формит и формит. Далее за ним следом идет его оппонент. Будет Салон Друида, потом Блэк. И сейчас, возможно, что-то у нас будет интересное. Нападение на Огрмага, однако статчик. Ставится статик-шторм от Дизрафтера, однако с Омни Слэш и его зарубают. Далее пройдут ли корни, Арспирит, пошел камень. Рядом находится, если что, Дазл, который готов будет подхилить. Подхилять, подхилять, дать свой Грейв. Минус 2. Дается на Арспирита. Буквально еще пару ударов надо сделать по Никсу. Но он в Вендетте. Ага. Ага. Он убьет. Он еще и убил. Вот тебе и Найп. Она пытается сделать телепорт, но, к сожалению, тут это было бы слишком жестко. 7-8 становится счет. И давай посмотрим Fight Recap, который уже ничего не показывает. Гениально. Гениально. Ну, вышку забрали. Хорошо. Посмотри. Просто извини, что я тебя перебью. Посмотри, какое количество сентри-вордов стоит в одном месте. Тут, тут, тут. 4 сентри-ворда. Боятся Никса? Да, боятся. Как минимум, умеет играть против него и на сентри не жалеет. Лондроид бьет. Лондроид живой. Лондроид телепортируется. При этом решил, что на развороте сможет убить Огармага. Огармаг понимает, что дела плохи. Подошел Дазл. И Дазл почему-то Дазл не дал грейв. А Дазл... А Дазл решил, что ну его нафиг давать этот грейв. Лондроид умрет. Получу больше XP. А я сделаю даблкил. А я просто сделаю даблкил. Красавец. Лучший. А у Дазл, кстати, давай, если вообще, в принципе, обратите внимание, то у Дазл статистика 5.1.2. Слушай, может, мы что-то перепутали и Дазл здесь кэррит? Медведь даже специально перестал делать ТП, рассчитывая на грейв. Вот и рассчитывай потом на своих тиммейтов, а? Просто как в папочке говоришь, я улетаю и идите нафиг. Да-да-да. Ну, я думаю, Лондроид его за это по головке не погладит. Подзатыльник получил. Ну да ладно, Драгонлендс, конечно, делает тебе Лондроид. Далее будет там, кстати, как думаешь, Майл. Здесь вариантов тоже очень много. Посмотрим. Драгонлендс и Молния. Да, Драгонлендс и Молния. Молния, Молния, Молния. Ну, останавливаться нельзя. Останавливаться нельзя, да, согласна. Надо прямо, и даже, несмотря на то, что Лондроид погиб прямо сейчас, нужно дальше идти и стараться убивать медведя. Вот за что все любят этого медведя, за то, что он очень быстро начинает сносить товара. И вот, в принципе, это его, ну, самое главное отличие по сравнению с прошлым медведем. Прошлый медведь пока фармит Родианс, там может много чего произойти. Этот медведь начинает воевать сразу, и, как мы видим, вышечки все равно падают. Потому что Дота, она с каждым патчем становится более-более активной. Вот эта чистая четверка, которая появилась со временем, когда Ром ищет саппорт. Валды, за что я хочу сказать большое спасибо, по крайней мере, стараются сделать игру более яркой, интересной во многих планах, чтобы было большое количество передвижений и так далее. Мне еще мне очень нравится, что они стараются эту игру сделать максимально командной. Да, это я согласен. Но при этом они еще стараются сделать ее максимально простой, и чтобы вообще любой игрок, неважно сколько ему лет, 20, 30, там 40, чтобы любой игрок мог в нее играть. Ну, это уже мы об этом обсуждали с тобой, это маркетинг. Это просто выгода. Это бизнес. Это бизнес. Yes. Дезераптор погиб. Дезераптор лучше не умирать. Ну, да. Спасибо, Кэп. Ваш Кэп. Нападение на центр. Там что-то делает Огармак, я так понимаю, бафает вышку, но против палки Джиггернаута это не особо работает, и палочка хилит. Товар упал, ему лучше не падать. Да, ему лучше. Не, просто Огармак теряет время. Огармагу можно пойти вниз, дать кому-то Бладласт, вот там, где сейчас происходит война, и Алхимик под этим Бладластом бы разваливал. Но Алхимика Бладласта нет, Алхимик старается убежать, Джиггернаут продолжает его пинать. Один на один кто же сильнее, и сильнее оказывается Алхимик. Алхимик забрал Джиггернаут, Алхимик дальше работает по Эр-спириту. Нападает на Лундруид, Лундруид погибает. И это уже минус четыре со стороны Фейстелес, и возвращают также Эр-спирита, которые тоже отъезжают в таверну. Ну, что тут можно сказать по ходу? Ждет на нас еще одна карта. Еще одна карточка, да. Это было просто... Алхимика, не хватало дэмэджа, знаешь, такого быстрого берзда дэмэджа, который помог бы справиться с Алхимиком и его армлетом. Ну, и итог следующий. У меня есть ощущение, что эта серия может идти дольше, чем Na'Vi против Virtus.pro, которые совсем недавно начали. У меня вот есть ощущение, что эти ребята могут настолько... Ты вот специально, да? ...хорошо сыграть, да, и я не увижу, что там происходит. Сегодня Блэк уже играл против мегакрипов, еще там дополнительные минут, наверное, 20, если не больше. Вторая передача включается в Блэка рано или поздно. Да. 11-14 счет, но и сейчас мы уже увидим по графикам преимущество около трех тысяч. На самом деле, немного, потому что, если учесть, что здесь имеется Алхимик, но у Алхимика зато имеется очень хороший тайминг на Radiance и еще 1200 сверху. Алхимик прямо сейчас покупает Травела и как его ловить, это большой вопрос. Это прямо загадка. Не знаю, тут, наверное, убиваешь всех, кроме Алхимика. Вот он, Никс, Никс, Стачик, Стачик. А вот сейчас, смотри, кстати, тут от крипов было бы забавно, если бы умер Кентавр, но дали ему Грейв, подхиляли, и Кентавр говорит, слушайте, а зачем ему набалывать? А, ясно, у него никакого экина нет. Ну, а на этом, на самом деле, у нас еще ничего не заканчивается. Почему-то остался Эрспирит, непонятно зачем. Почему-то его убили, дальше Угромаг кого-то ищет, но все остальные уже успели убежать. Ландроид подходит и может попробовать убить Угромага, пока висит минус армор, но Ландроид решил никуда не идти, и в этот момент подходит Дазл. Дазл ничего не боится. Дазл вообще-то здесь был, он же Грейв давал Кентавру. А к тому, что он стоит на передовой за всеми. А, так он байтит. Он байтит. Да, я Дазл, у меня нет Грейва, давайте, нападайте на меня. Ну, ребята из Фейслес спокойно забирают Тавр и отсюда ретируются. В Энжи Фулл Спирит в этот раз выбирают айтем билд через Драгон Лэнс. Мне очень нравится, потому что ренж атаки у Энжи Фулл Спирит не самый лучший. Соответственно, с Драгон Лэнсом тут смотрится это дело все поприятней. Никсевич. Да, то самое. О-о-о-о. Некуда торопиться. Ну, хорошо, хорошо. Значит, торопиться ему некуда. Торопиться ему некуда. А нам. И я бы на его месте даже аганим не собирал. Алхимик даст. Собери что-нибудь там а-ля Blink for Stuff. Мыша. И вкатывайся. Если сейчас просто захотелось пошутить про Алену, но я сдержалась. Или нет, если я озвучила эту шутку. Про Аленочку бити что ли? И это просто про песню такое. Так, свап от Венжи Фулл Спирит. Стан полон друиду. Ставится статик шторм от Дезраптора. Стампиды прожимает Кентавр. Венжи Фулл Спирит погибает. Дальше замес продолжается. Подкоп. Размен 1 в 1. Минус Джаггернаут. Ну и что ж ты будешь делать? Алхимик. Алхимик еще раз выживает. Алхимик уже довольно прочный. Ему сложно что-либо сделать. И он бежит. Он ищет. Находит Даззл. Он Даззл улетел. Он жгет медведя. И медведя отпускать нельзя. Медведя нужно убивать. Но он его простил. Алхимик. Он подарил ему жизнь. Великодушный. Милосердный алхимик. Красиво. Да. Да. 13-16 в итоге становится счет. Ну и погибает Джаггернаут. Что крайне неприятно. Алхимик набирает все больше и больше. Уже опережает он своего оппонента на 5000. И кто сможет убить алхимика, если ему вообще никто не мешает? Если его вообще никто не убивает? Если ему вообще никто и демочный не убивает? Слушай. Это такой вопрос как бы с подвохом. Ты посмотри на Иван Творц. С подвохом. Я бы говорил, что если алхимик не будет иметь в два раза больше, то с ним можно бороться. Но когда у него все настолько хорошо, то пишите письма. Возможно, и напишут. Возможно, я им напишу. Возможно. Письмо. Возможно, ты напишешь. Ну, вообще, давайте логически. Что надо делать команде Минески, чтобы выиграть? Нужно как Винкс. Нажимать смок на пофиг и искать алхимика. Один раз его убьешь и уже в огромный плюс войдешь. Опять. Слушай, теперь ты начинаешь стихами говорить. Я отрируюсь. Рифмами. Да. Простая рифма. Может, каждый. Каждый, ладно. Каждый может. Да. Сразу скажет и может. Итак. 13-16. Смоки приобретают. Но, к сожалению, не Air Spirit, не Dazzle. Дазла они и так имеются. А Огромаг. Возможно, они пойдут куда-то вместе с Дизраптором. И Делл Химик, если что, может подлететь. В него, в принципе, тролла имеются. Так что он уже достаточно мобильный. Да, готовится пойти в атаку, в лововую, драться. Потому что, понимаете, у них есть преимущества. Алхимика пока просто не пробить никто. И пока такая ситуация возможна, надо идти и пользоваться. Пользоваться Алхимиком. Да. Самое опасное, что у Faceless имеется Vengeful Spirit. И как бы ты ни фокусил Алхимика, тебе придется еще и контролировать Блэка. А Блэк, он уже научился. Он уже стоит сзади. Он в любой сложной ситуации сразу спасает Алхимика и идет в размен. Алхимик прям неубиваемый в такой стратегии. С ним очень тяжело разобраться. Слушай, Винга и Алхимик это сильная тема. Это очень сильная тема. Очень сильная связка. Как Кэрри 1 и Кэрри 2. Сегодня я с Дезераптором была Винга тоже сильная связка. Вообще, Винга, она сам себе неплохой персонаж. Мы уже говорили с тобой о том, что Аура у нее в процентном соотношении увеличивает дэмэдж, что крайне приятный выход на Рошана. Рошана отдефить не получилось. Заряжает свою колбу, подстанчик по джиггернауту, еще забирает иллюзии. Ну и с Аегисом это чуть ли не на ХГ заходить. А скорее всего, даже при чем тут чуть ли? Они сейчас просто пойдут на ХГ. Они ничего вроде не тратили. Соответственно, почему бы и нет? Алхимик пока пробить невозможно. Почему бы не воспользоваться шансом с Аегисом и не зайти на ХГ? Опасно. Опасно, если они ошибутся, потому что пик... Нужна Винга 18-го. Не знаю, опасно, наверное, смоки езать, когда так проигрываете Алхимику. А когда у Алхимика сейчас имеется Аегис, и это вообще крайне... Нет, это мух хороший. Именно хороший мух, что когда люди берут Аегис, они расслабляются. Другое дело, если ты видишь, что тебя начинают пушить, и просто пять героев стараются убить твою базу, то в этот момент вообще нет смысла куда-либо идти в смоках, потому что один чёрк ты никого не найдешь. Потому что все снизу, а туда ты не пойдешь. И вроде бы Мишка старается, вроде бы Мишка подходит, собирается забрать тир-2 сверху, но в этот момент уже наваливается фейселест на тир-3 снизу, начинает его активно пробивать. Вешать Ньюс Армор Даззл, и посмотрим, получится ли пробить Алхимика. Джаггер без маны. Стики есть. Пробить Алхимика? Его не просто пробить надо, его два раза убить, пробить надо. А у них пока это один раз даже не получается сделаться. Всё, прямо сейчас Блэк будет удивлять. Нажми на неё. Пока не показал. Шадоу Блэйд ещё никто не увидел. Прямо сейчас он удивит всех. Вот прямо сейчас. Вообще, он так уже играл на Венге, даже сегодня через Шадоу Блэйд, поэтому удивительного ничего не будет. О том, что именно в этот момент появится, было бы удивительно, если бы у них не было Никса в команде, и всё было не закрыто на центрями. Джаггер погиб. Ну, Блэйбэк умеется, делает Блэйбэк, Распирит пытается раскастоваться, до сих пор живёт, благодаря тому, что даётся Грейв, Венжи Фулл Спирит должна умирать, так и получается. С Алхимиком разобраться, ну, даже в такой ситуации очень сложно, даже невероятно. И в итоге на Алхимика просто забивают, забирают Никса, забирают Венжи Фулл Спирит, но развели на Блэйбэк Джаггернаута. Ну, более-менее. Вот одна из причин, почему заходить нельзя. Блэйбэки рулят, вначале блэйбэки решают, и хоть как-то, но преимущество, пусть и не сильно, но сокращается каплей за каплей. И сокращается, а может наоборот, что Алхимика продолжает фармить? Нет, так он по-любому будет фармить. Что уж поделать, так они хоть что-то фармят, добываясь за счёт фрагов. Вот, у меня вопрос к Фейслису. Почему бы не поставить Алхимика перед собой с Айегисом? Он впитает, вражеские герои умирают. Потом Айегис себя во всей красе показывает. И виграют его после смерти, если что, свапает. Почему они любят танковать все, кроме того, у кого есть Айегис? Может это болезнь какая-то? Это просто... Может быть, он просто у меня в голове остался вставка, я Кэрри, я Алхимик. Я должен жить, я должен тащить. И побежал. Ну, другого объяснения нет. Актарин. У него хороший Нетворс. У него очень хороший Нетворс. Мне прям эта циферка нравится. Она становится всё больше и больше. И Солар мне нравится. Он даёт очень много абсорба. Медведь нескоро купит МКБ, а Лондорит тоже нескоро купит МКБ. Медведь и Лондорит — это одни и те же герои, поэтому ещё и Джиггернаут нескоро купит МКБ. Уже плавит. Уже? Да, шёл какой, я уже не знаю, час эфира. Ну, в общем, Алхимик пошёл. Аегис есть. Теперь, пожалуйста, уважаемые фейсилиз, просто стойте сзади и смотрите, как Алхимик приносит вам победу. Подходит Медведь. Он упал. Далее Минус Армор, и можно отойти. Можно подождать, пока Минус Армор оттекает, и после этого зайти снова, поскольку Минус Армор — это вообще сильная штука, знаете ли? Ждать. Заканчивается дебаф. Алхимик снова готов заходить и убивать базу. Так, в Смоках находится у нас Арсберид, у него есть Глинкдаггер, так что готов он врываться. Наверное, не самый лучший врыв, который мы видели. Итак, Аегис, кстати, пропал, но и Барак упал. Забрать, опять же, никого не получается. Они просто отдают Бараки. До следующего Рошана уже около пяти минут. А теперь может попробовать на развороте. Ну, хотя бы Лондру и Мишку забрать, простите. Просто Медведя. Минус палка Джаггера. И минус Барак. Ждём следующего Рошана. Они всё правильно сделали. Там же ещё байбайки могут оказаться. Зачем рисковать, зачем идти? Ну, потому что было. Там я бы не сказала, что в Фейслес теряли какое-то хп огромное количество или нет. Такого не было. Вот в чём очень важный момент. Вот в чём отличие. Он приехал. Так, банка по кентавру. Он приехал. Думаешь? Ну да. А стопили? Он почему-то рискует. Сильно рискует. Так. А вдруг он бы Монтой задоджил? Но он не задоджил. Ну, шанс-то был. Шанс это всего лишь шанс. Стис скилл. Он знал. Он знал. Ручки трясутся. Не жмут мальчики. Да-да-да. Когда Алхимик купит армор, вот сейчас он собирает Монту, но когда он купит армор, либо Шиву, либо Керасу, его, по-моему, будет уже не убить. На этом игра для Джаггернаута и Лондроида закончится. Там дальше нужно будет молиться на Эр Спирита, который будет закидывать камни и хоть как-то его магией пробивать. Но пока Лондроида всё устраивает, у него молнии есть. Вообще довольно-таки мало. Молнии, Драгон Лэнс и ПТ. Бедный Лондроид. Хотелось бы больше. Юджагернаута толком ничего нет. Ну, просто Диффуза и Монта. Диффуза, ну... Смотришь на Алхимика. Для 27-ой минуты не так-то, на самом деле, мало. Ещё Аквила, Мэджик Вонт. Ну, относительно, по крайней мере. Например, та же Винга, которая сейчас в более выигрышной позиции, на 2000 имеет больше. Родной Лондроид на 1000. То есть не так мало. А вот то, что Кентавр... Да и Кентавр, кстати. Кстати, Кентавр уже скоро будет с Аганилом. 1300 голды до этого замечательного артефакта. Может, с Аганилом что-то изменится? А вот она ищла. Всё, конец. Можно расслабиться. Мы его не убьём, можем смириться. Ладно, мы его убьём. Если мы его будем пятером фокусить, никто его не будет трогать. Но если его свапнут, если там хоть что-то сделает его команда, вы его не убьёте. Всё, можно расслабиться. Игра подходит к логическому концу. Просто супер-мага надо сделать, чтобы его убить. Какой у него? Сколько у него золота? Сколько у него золота? Сейчас... Золото в минуту. ГПМ. Ну-ка. У него много просто, но слишком много. Подожди. Ну, почти, почти тысяча. Ты... Что? Ты сейчас меня заставил читать. Я тебе этого не прощу. Давай, теперь на Дворс. Хорошо. Давай, давай, давай. Так. Я люблю, когда девушки... Засыпают. Делают то, что я говорю. Дмитрий, ты сегодня мне уже столько раз оказала себе. Но, знаете, дорогие зрители, вкусы Дмитрия, как я уже говорила, очень специфичные. Да, да, да. Выходим на Рошана. Рошан очень скоро появится. Начинаем пушить центр. Алхимик подходит. Алхимик бегает. Алхимик пушит своими иллюзиями. Алхимик знает, что можно, конечно, пойти потестить свои танковые способности прямо сейчас. Но можно сделать это немножечко позже вместе с Айгисом. Кентавр покупает Аганима. Это, конечно, хорошо. Это замечательно. Но вопрос, где демош, ребятки? Кто у вас будет носить урон по врагам? Ну, по идее, должен быть Лонд Руид и Джаггернаут. Но пока у них мало, им не хватит. Ну, а у них-то нет, извини меня... Надо суппортов вырезать. Надо найти Дизраптора с Огрмагом и обезвредить. Пока не поздно. И чтобы их обезвредить, было здорово, чтобы сами Фейсили зашли на Рошана, а эти ребятки обошли спину. Ну, по-моему, идеальное развитие событий. Да, и там был Алхимик всех убил. Идеальнее быть и не может. Так, Солор на Алхимика. Камешик пошел. Статик Шторм. Все просто спокойно оттуда выходит. Вот, на самом деле, я не совсем понимаю, как это происходит. Подожди, Алхимик вот дерется, Алхимик дерется, Алхимик регенится. Джаггернаут отдал свой ультимейт, но в итоге никого не убил. Медведь пошел. Теперь Медведь понимает, что нужно идти срочно в обратную сторону. Эрспирит его толкает и Никс ловит на импейл. Медведь работает. Медведь Алхимику дает корешки. Алхимик страдает. Алхимику как-то больновато, знаете ли ли. Но у него очень скоро появится монта. И он продолжит свое победоносное шествие по трупам противника. Он идет, он регенится. Блин, он регенится. Боже мой, его били-били-били, а он никак не погиб. Гуд гейм, вэлплейт. Это гуд гейм, вэлплейт. Блин, не дали ему зайти на базу и убить тазики. Какой ужас. Какой кошмар. Дамы и господа. И Дмитрий, вы выигрываете. Вы-то ставили на Алхимика. Да, но видишь, он не подвел. Ну, просто играл не Блэк. Если бы играл Блэк... Но Блэк-то тоже был в команде. Мы бы уже давно с тобой спали в кроватке. А так нормально. Так.